Местные жители смогли оценить удобство в канун Нового года. Первой, в чём доме появилось голубое топливо, стала Галима Габсалямова. Отопление в доме пенсионерки два года как электрическое, и это очень дорогое удовольствие. По словам Галимы Загитовны, за один зимний месяц она платит 5000 рублей, что по сравнению с газовым отоплением в три раза дороже. Поэтому, как только узнала, что в деревне будут проводить газ, одна из первых подала заявку на подключение и теперь не может нарадоваться. Мы долго ждали этот день, долго ждали. В конце концов, Аллаха шикар, пришёл этот день. Спасибо всем, я уже сказала, вот, Эльза Хьяровна, наша председатель сельсовета, Разиф Мухаммед Нуревич и всем вот этим, Газпрому, всему руководству. Раньше тянули, да. Это Эльза Хьяровна, у нас ведь больше года только работает. Ну, два года вот проект составляли, второй раз она уже два раза проект составляла. Вот она взялась и всё получилось у нас. Действительно, голубое топливо в деревнях Саузова и Саузбаш ждали давно. В 2009 году занялись оформлением проектно-сметной документации. А уже к 2013 году было построено около 10 километров разводящих сетей низкого давления в этих населённых пунктах. В этом году район включился во всероссийскую программу «Газпром газификации России». И благодаря этому был проложен межпоселковый газопровод длиной в 21 километр. Эта программа работает уже с 2006 года. Называется она «Газпром газификации России». Это газификация регионов. В этом году этот регион включился в программу. И 21 километр был построен газопровод межпоселковый. А деревня уже была готова в 2012 году к приему газа. Сегодня подключаются первые дома. Вот один из первых домов, который подключён к газу. Мы там только что побывали. В нём тепло и хорошо. В республике такие газопроводы в этом году запускаются ещё в четырёх районах. Это в Училинском районе, в Баймакском, в Бурзянском. В этих районах тоже пускается газ. На следующий год тоже такая же программа с синхронизацией, с республиканскими программами. А вообще сколько денег было выделено, если вы мне скажете? Скажем, конечно. В этом году «Газпром» выделено около 600 миллионов рублей на газопроводы по всей республике. Соответственно, программа синхронизации, в чём заключается, то республика примерно должна такие же деньги выделить на внутрипоселковые газопроводы, чтобы дома были готовы к приёму газа, чтобы потребители могли подключиться. Вот это тоже немаловажный вопрос. Хорошо. Но со стороны жителей же тоже, наверное, какие-то действия должны быть? Конечно. Жители, значит, должны подготовить дом к приёму газа. Это значит подготовить, приобрести оборудование. Это значит газовый котёл, плиту, сделать всю обвязку в доме. И, соответственно, быть готовым к приёму газа. Ну, в среднем, сколько примерно жителю дома обходится подключение к газу? Значит, всё зависит от оборудования. Но минимально, всё-таки, по нашему опыту, около 50 тысяч рублей, ну и выше. В зависимости от объёма дома, какой котёл нужен, какое оборудование. Плиты же разные бывают. И за 7 тысяч рублей есть плита, и за 20 тысяч есть плита. Но в среднем около 50 тысяч рублей. Значит, по обращению потребителей мы идём навстречу, предоставляем рассрочку платежа, соответственно, на оборудование, на подключение. Ну, максимально идём навстречу. Сегодня для нашего населения, для меня лично, это очень большой праздник. Это, можно сказать, исторические события. Мы сегодня смогли провести газификацию в деревне Саузова и Саузбаш. Работа велась, конечно, не так уж долго, но мы несколько раз переделали проекты с 2009 года уже. Но в этом году вот «Газпром», «Газораспределение Уфа» начали вот эту работу. И мы за 5 месяцев смогли проложить газопровод длиной 21 километр 600 метров. Конечно же, это для нас праздник, я уже сказала. Ну, подключаются населения нормально. На сегодняшний день у нас по деревне Саузова и Саузбаш подключение около 57%. А технические условия выданы на 70% населения. Ну, я надеюсь и думаю, что на следующий год подключения у нас к газовому отоплению будут ещё больше. За поддержку, за такую большую работу я хочу сказать огромное спасибо правительству Республики Башкорстан и, конечно же, «Газпром» за распределение Уфа во главе Крюкова Дмитрия Александровича и, конечно же, нашему главе администрации Гельмулину Разифу Мухаммеду Нурвичу и всех заместителей. Огромное им спасибо за такую большую работу. В общей сложности в деревнях Саузовой и Саузбаш проживают порядка 600 человек, из которых 70% имеют технические условия для подключения. Теперь главная цель – чтобы остальные жители подключили в свои дома голубое топливо.